Пусть расцветают все детские таланты. Развитие дополнительного образования Славянского района постоянно находится в центре внимания местной власти. Об этом убедительно свидетельствует глубокое изучение данного вопроса депутатами и внесение его на 28-ю сессию Совета Славянского района. Перед началом сессии народные избранники побывали в различных учреждениях дополнительного образования района с тем, чтобы, получив информацию из первых рук, составить собственное представление об уровне развития и необходимости возможной поддержки отрасли. Сначала депутаты побывали в центре спортивных единоборств «Медведь», в котором проводятся последние приготовления перед его открытием. Здание отличное, в нем есть все, что необходимо для тренировок спортсменов, а также проведения соревнований. Самое главное, что те, кто придет сюда, получат новые возможности и большой импульс для роста результатов. В отделении технического творчества трудятся настоящие мастера своего дела. Робототехника, лего-конструирование, IT-технологии, программирование, создание веб-сайтов – всему этому здесь обучаются славянские ребята. Станция юных натуралистов объединила школьников, любящих природу и хорошо знающих свой предмет педагогов. Ребята ухаживают за животными, изучают их повадки, учатся возделывать различные культуры, проводят научные эксперименты. В детско-юношеской спортивной школе «Юность» воспитываются спортсмены высокого уровня, которые добиваются реальных успехов на престижных соревнованиях. Посетили народные избранники и детскую художественную школу, размещенную в отреставрированном доме купца Мазепы – архитектурной жемчужине нашего города. Школа дает начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. Здесь занимаются более 300 детей. Во время поездки было отмечено, что в последние годы учреждения доп. образования заметно улучшили свою материально-техническую базу и продолжают развиваться. Но при этом востребованность в воспитанниках по-прежнему остается. Итоги поездки депутаты подвели на заседание сессии, посвященной системе доп. образования. В докладе заместителя главы района по социальным вопросам Виталия Титаренко был дан анализ состояния дел в отрасли и намечены перспективные задачи. Нам необходимо завершить переход к учебу в системе навигатор обучающихся и воспитанников к концу 2022 года. Это по трём отраслям спорт, культуры и образования. Организовать работу по целевому обучению студентов в профильных вузах, культурологической и спортивной направленности в связи с недостаточным кадром обеспечением и старением квалифицированных медкадров. В районе необходимо синхронизировать темп обновления материально-технической базы, содержание методов обучения дополнительного образования, а также профессионального развития педагогов в топ-образовании с темпами развития науки, техники, культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. Обсудив доклад, депутаты отметили, что следует продолжить работу по оснащению учреждений, чтобы обеспечить детей доступным и качественным дополнительным образованием. В нынешнем году показатель привлечения славянских школьников должен быть не менее 76%, а к 2024 году достигнуть 80%. В районе необходимо увеличить темп обновления материально-технической базы, применять новые методы обучения детей, предоставлять возможность профессионально развиваться преподавателям. Для этого требуется ежегодно учитывать в бюджете финансирование на приобретение спортивного оборудования, музыкальных инструментов, различного инвентаря. Во время обсуждения решено до конца года завершить работу в системе «Навигатор». Цель этой платформы – помочь родителям выбрать правильное направление развития ребенка, секции и кружки. Таким образом, система дополнительного образования получила новый хороший импульс для дальнейшего развития. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!